Два разных тайма. Тайм он был хороший. Единственное то, что мы не могли забить. Забили этот гол. Нам тяжело даются голы. Но и чтобы не удержать это преимущество 3-4 минуты, на мой взгляд, это в высшей степени профессионально у нас у всех было. И, наверное, есть многие футбольные хитрости, чтобы минуту какую-то, наверное, дотянуть. Но мы это не смогли сделать, поэтому сыграли ничью. Практически Урал ничего не создал и никаких моментов не было. Ну, сегодня сложно оценить Гладжана игру. Я думаю, что у него все впереди. Он попал, наверное, он впервые сегодня, мне кажется, вышел в стартом составе. Он попал в достаточно сложную ситуацию. Внутри штрафной он два раза хорошо сыграл. И Майкону сброс сделал, пятка. И видно, что у него хорошая мысль. Наверное, еще нужно время для того, чтобы он какую-то определенную стабильность обрел. Ну, первый его. Я, например, надеялся, что он игрок штрафной площади, надеялся на то, что он может забить сегодня. Потому что вся игра была внутри штрафной и нужен был какой-то быстрый игрок, который должен был реализовать. У него был один из моментов. Итоги будем после двух следующих игр подводить. Но итоги, наверное, можно вкратце, если сказать, нет стабильности у нас. Есть хорошие матчи, в которых мы выиграли. И Краснодар, и ЦСКА, и Крылья Совета на кубок, и Анжи. Но есть матчи, которые мы, конечно, играли не лучшим образом. Поэтому у нас у всех работы очень много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова